Слава нашему Господу Слава нашему Господу и Спасителю И я размышляю об этих историях, которые происходили в то время Сегодня желаю вместе с вами немножко порассуждать на тему испытания или же искушения Прочитаем отрывок из Священного Писания, который записан в послании апостола Иакова В первой главе будем читать со 2 по 4 стихи и потом 12 С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения Зная, что испытание вашей веры производит терпение Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка И 12 стих говорит Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его С этого отрывка Священного Писания мы видим, что испытание или же искушение Это неотъемлемая часть в жизни христианина Мы видим, что посредством испытания или же искушений жизнь христианина или же вера его укрепляется И как в 12 стихе мы читали, что Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его И давайте посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, на несколько историй В которых мужи Божьи переносили искушение, переносили испытание своей веры И где они оставались верными Господу и как Господь благословлял их Первая история будет про Иисуса Христа, про то, что случилось с Ним сразу после того, как Он принял водное крещение Будем читать Евангелие от Матфея, 4 главу, с 1 стиха, прочитаем первых 11 стихов Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал И приступил к нему искуситель и сказал Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами Он же сказал ему в ответ Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею И Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа, Бога твоего Опять берет его дьявол на весьма высокую гору И показывает ему все царства мира и славу их И говорит ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему В этом отрывке Священного Писания мы видим, как Иисус Христос преодолевал искушение от дьявола И мы знаем, что Иисус Христос был Богом Но живя на этой земле, Он прожил безгрешную жизнь, но Он прожил ее как человек И мы, как люди, как христиане, которые стремимся к вечности, стремимся к небесам Мы можем брать пример Иисуса Христа Как Он поступал, ибо Он отражал эти раскаленные стрелы лукавого не как Бог Но отражал их как человек И с этой истории мы видим, что три раза сатана подступал к нему и предлагал ему свои услуги На что Иисус Христос все три раза отражал его раскаленные стрелы Он отражал его Словом Божьим И сегодня Господь призывает нас, чтобы мы изучали Его Слово Святое Чтобы мы углублялись в Его Слове Чтобы мы могли распознавать, где к нам подходит лукавый со своими искушениями А Он может подходить в таких ситуациях, в которых мы совсем не ожидаем Он может подходить через таких людей, от которых мы совсем этого не ожидаем Он может подходить даже от наших самых близких Ибо так случалось и в жизни Иисуса Христа Вспомним, когда Петр подошел к нему и говорил «Будь милостью к себе, Господи» Но Иисус Христос распознал, что это не был Его любимый ученик Который желал, чтобы Христос проявил милость к себе Но это был сатана, который желал, чтобы он не прошел этот путь И не совершил спасение для грешного человека И на что он ответил, что «Отойди от меня, сатана» И да поможет каждому из нас Господь знать это Слово Божие Чтобы мы могли распознавать, где к нам приходят эти искушения Эти испытания нашей веры, где к нам приходят, чтобы мы могли правильно Отразить эти стрелы лукавого, чтобы мы опять же могли Словом Божьим Отразить эти нападки дьявола И посмотрим еще на одну историю из Священного Писания Которая сегодня в утрешнем служении на 11 часов уже была замечена Брат нам много говорил про сильных людей, которые сильные были у царя Давида И также про сильных в вере в апостольское время И это записана история в деяниях в 16 главе, когда Павел и Сила, они шли и проповедовали в разных городах Слово Божье Они поступали так, как заповедовал им Господь Они шли, проповедовали, распространяли Слово Божье Они изгоняли злых духов И вот в одно время за ними начала следовать одна служанка Которая имела злого духа, которая имела духопрорицания И она многие дни шла и кричала за ними Что всеи человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения И вот в один момент апостол Павел обратился к ней Или же к духу, который жил в этой женщине И изгнал этого духа из этой души Впоследствии чего господа этой служанки узнали, что ихний приход пропал Потому что они имели прибыль от этого прорицания И с 19 стиха, 16 главы Деяния мы читаем Тогда господа ее, видят, что исчезла надежда дохода их Схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам И, приведшие к воеводам, сказали Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город И проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять Народ также восстал на них А воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками И, давши им много ударов, ввергли в темницу Приказавши темничному стражу крепко стеречь их Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу И ноги их забил в колоды С этого отрывка мы видим, что и в жизнь Павла и силы пришли испытания Мы знаем, что они шли и исполняли Слово Божье Но здесь их вера подверглась испытаниям Их побили, их посадили в темницу Но, читая историю дальше, мы узнаем, что Они воистину остались сильными в вере Они остались верными своему Господу С 25 стиха читаем Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога Узники же слушали их Вдруг сделалось великое землетрясение Так, что поколебалось основание темницы Тотчас отворились все двери И у всех узы ослабели Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены Извлек меч и хотел умертвить себя Думая, что узники убежали Но Павел возгласил громким голосом, говоря Не делай себе никакого зла, ибо всем и здесь Он потребовал огня, вбежал в темницу И в трепете припал к Павлу и Силе И, выведши их вон, сказал Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали Веруй в Господа и Иисуса Христа И спасешься ты и весь дом твой Мы видим, что Павел и Сила, они остались верными Они претерпели эти испытания ихней веры Но ихняя вера, наоборот, укрепла после этой истории Мы знаем, что, хотя они были в темнице Забиты, ноги их были в колоду Но они воспевали Господа Узники слушали Узники смогли услышать весть о спасении Посредством этого случая И после чего, уже когда Произошло землетрясение И во всех узы ослабели То и темничный страж Он смог тоже услышать весть о спасении И читая эту главу дальше Мы узнаем, что Он не только услышал Но Он и принял Господа Иисуса Вместе со своим всем домом И сегодня Господь дарует нам Эту прекрасную возможность Задуматься каждому над своей жизнью Я думаю Я знаю, что есть в этом служении люди Которых вера была очень сильно испытана Которые шли в темницу Из-за своей веры в Иисуса Христа Многие из них не возвратились оттуда Но сегодня нас в темницу не садят за веру во Христа За то, что мы исповедуем Христа Но в то же самое время Искушения постигают нас Испытание нашей веры постоянно Приходит в нашу жизнь И нам нужно Поступать правильно Нам нужно знать это Слово Божье Чтобы нам распознавать Где нас настигает Искуситель И чтобы мы могли Правильно ответить Ему Чтобы мы могли отразить Эти раскаленные стрелы лукавого И чтобы наша вера Бывшая испытанная Чтобы мы могли получить Венец жизни И да поможет нам Каждому в этом Господь Задуматься над этим И сейчас мы склоним наши колена Попросим у Бога Благословения на остаток этого служения И попросим у Его мудрости Поступать во всем благоразумно А Ему за все пускай несется Слава и честь Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...